Хмм, э, ты у нас на Новый год тут вырезался? И всем привет, с вами я, Фантом, и сегодня я буду продолжать снимать игру под названием Don't Start. В предыдущей серии я оседлал бифала и начал делать мясные чучела, а в этой серии я сделаю много штук для базы. Начнём, пожалуй, с того, что у нас вот эта вот штука сломалась. Ой, ты чё меня бьёшь? Эй, мы ж тобой друзья. Сейчас, давайте я ему там поесть. А то чё-чё-то он меня перестал любить так внезапно. Не-не-не, тихо, успокойся. Ты чё, солевой лизунец, это нехорошо, что он сломался. Он выбежал наружу! Нет! Зачем? Ну ты, блин, дубина! Ну на тебе покушать, на! Мы ж тобой друзья, да нет, ну что ты меня бьёшь? Ладно, короче, затея с бифалом провалилась. Он не хочет со мной дружить. Прям-таки пипец не хочет. Прибежали тут его дети защищать, идеально вообще. Зато здесь много вот этих вот паучьих желёз. То, что мне как раз таки не нужно. А может перенести резиденцию бифала куда-нибудь, а? Хотя вот эту штуку надо сломать. Блин! Но зато у нас наступила осень. Хотя бы жарко не будет. Я даже не знаю, куда мне теперь траву тратить. Надо было своему другу больше давать травы. А теперь он меня просто не любит. Перестал любить. Как только у него сезон размножения. Он меня бросил ради девочек. Всё ради них. Так, в ком из вас находятся виллы? Вот они. Спасибо тебе, Честер. Сейчас я выкопаю территорию для местных чучел. Они будут стоять прямо здесь, на дороге. Вот так, поглядите. Раз, два и три. Теперь всё хорошо. Осталось лишь убить кроликов. А это будет устроить очень просто. Чёрные кролики. Видите, мои чёрные руки. Да нет, куда вы от меня убегаете? Вот вам надо с пауками подраться, да? И вам так не интересен, что ли? Так, они вроде закончили свои драки. Нет, не закончили. Вон, там ещё дерутся. Сейчас тут всё зачистят, реально. Кролики-зачистители. Пошли тут все коконы зачищать. Давайте уже помрёт, может, кто-то из вас, нет? А, во, убил, убил почти, да? Я убил одного. Всё, идеальненько. Беспалено вообще так. Два клочка бороды мои. Вот он убегает. Кролик, давай в объятия мои. Иди сюда. Утю-тю-тю-тю-тю-тю. Ну, куда ж ты? Я тебя добью, честно, не будет больно. Мне всего лишь один удар надо сделать. Господи, ну чё ж ты так далеко убегаешь от меня? У меня карпуна нету. Как в шипракте. Ладно, короче, всё, он будет так долго и долго убегать. Кстати, здесь можно пособирать топливо для лампы. У меня же она всего лишь десятипроцентная. И хачу тоже топливо не помешало бы. Я возвращаюсь, кролики. Ах, вот он, поглядите. Да умри, вот тебе, вот тебе по башке. Нет, он не хочет умирать. Ну и всё. Я буду тогда здесь. Со своим любимым хачем. Хотя нет, всё, я пошёл домой. Хватит тут время тратить. Хренью страдать. Паук воет. Я тебе вообще-то помогал. Мясистая луковица. Из тебя можно будет в этой серии ферму сделать. Было бы очень хорошо. Вообще, хотелось бы прибрать свою прекрасную базу от этих жал. Вы мне даже писали, что пчёлы реально не по-детски тут закакали мы базу своими жалами. У них больше попы, не красные. Пофигели, что ли? А какой бифало теперь мой? Какой меня любит? А? Какой меня любит теперь? Вот скажите. Да я думаю, без разницы. Они меня оба ненавидят. Одинаково. Хотя я старался так хорошо к ним относиться, получу шляпа моя, но нет. Это. Я не буду её тратить так просто. А вот и первый стак этих жал. Положу я их сюда. Вот и всё. Два стака. Всего лишь-то. Не так уж и много. Здесь 36, а здесь целых 40. Теперь я позабочусь о том, чтобы сделать себе наконец-то. Это самое мясное чучело. Где оно? Вот оно. Для него нужно минус 40 хп. И целых 4 доски. 4 доски я могу легко обеспечить. Всё. Я могу сделать тебя. Привет, мясное чучело. Это было больно. Ну и ладно. Я всё равно сейчас в палатке пойду посплю. Так, первое наше мясное чучело будет стоять вот здесь. Ох, вселилась душа. Я его поставил. Значит, это тут моя душа будет возрождаться. Хотя на меня что-то не похоже. Больше на Вилсена как-то похоже. Вам так не кажется? О, кстати, поглядите. Здесь значок появился. Вот это вот мясное чучело. Нам надо сейчас добыть еды. А больше еды. Вообще, главное правило. Чем больше, тем лучше. Ох ты ж, мяско. Вы съели мое мяско. Ай, да не бей ты меня. Вы тупые. Свинь, давай, дерись с ними. Дерись. Ай, да ты что меня бьёшь? Ну всё. Ну ты сейчас получишь у меня. Давай, иди сюда. А теперь вы идёте ко мне, да? А если я одену шляпу пауков? Хрен там был, да? Ай, меня просто избивают. Жестоко избивают. Нет, хватит меня избивать. Я забираю только мясо монстра. Это всё, что мне нужно. Я от вас по-дружески попросил. Но нет, вам нужно не по-хорошему, чтобы я у вас попросил. Опачки, подарочек пришёл. Мы его открываем, и нам выпадает... Хрень. Да, да, конечно же, выпадает хрень. Интересно, что получится из вот этого вот? Надо попробовать. Давай, еда, готовься. Что ж ты так долго готовишься-то? Или игра решает, что ж мне дать из этого чуда, которое тут намесил? Ох, чё-то там будет жёсткое, раз он так долго готовит. Конечно же, пельмешки там будут. Всё, идём спать. Хватит. Вот и доступил новый день. Я частично восстановил себе рассудок, частично опустил себе голову. И жизни нормально восстановил. Теперь я хотел бы перенести резиденцию Бифела куда-нибудь сюда. Пускай они будут жить здесь вдвоём. Уже пофиг. Главное, чтобы они жили нормально. Они дрались тут каждые 10 секунд. Бифела, это специально для вас я такой большой загончик делаю. Вы будете обязаны просто мне все ноги обцеловать за это. Теперь мы бежим за травянистым биомом. Прямо-таки вот. Вот-вот-вот сюда. К порталу, можно сказать, где всё началось. Там я заберу травянистые биомы травы для того, чтобы приручить этих ненасытных Бифела. Ой, а здесь у них попы красные. Чё ж вы такие агреные? Там у них попы не красные. Наверное, поняли то, что там девочек нету. И зря они меня киданули. Хм. Э, ты у нас на Новый год тут вырядился? Смотрите, как же он красиво вырядился-то. Мне же даже его убить хочется. Давай-ка, что с тебя и выпадет? Я не знаю, как его убивать, поэтому буду действовать по тактике. Ударил, отошёл. Кстати, он довольно большой, давно таких не видел. Короче, три раза его бьёшь и отбегаешь. А вот в этом случае один раз, когда ты тут лежишь. Блин, а если он по мне попадёт, будет очень больно. Я об этом даже не подумал. Совсем чуточка ХП осталось. Блин, я пока смотрел на ХП. О, всё. Да ладно, это было легко. Я даже не старался. Всё, что с него выпало, мы положим в хачу. А я думал, что какие-нибудь гирлянды выпадут. Но нет, к сожалению, это не так. Мне кажется, или я слышу механизмов? В том, как за говром и за вот этими штуками я сюда тоже пришёл. Да, там есть механизмы. Очень хорошо. Я даже их, кстати, не заметил. Я думал, немного попозже идти искать их. Вот и всё. Одна пятая травянистого биома была украдена. А вот дождик меня не радует так неожиданно, когда у меня даже зонтика нет. Поглядите-ка, мне кажется, я уже здесь, это, прикалывался. Забрал у них почти весь биом. Сейчас я копьё своё потрачу. Так, ну давай. Ну бей меня, ну. Ну, давай, ну, 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 давай. Покажи, на что ты способен. А теперь я давай. Ты что, что убегаешь-то? Блин, я не знаю, как с ним драться. Я не могу по нему попасть. Ладно, всё, короче, просто на тарановую херачу. Пофиг на всё. Мне же нужны шестерёнки. Всё. Я его избил на таран. Можно будет их ещё поесть. Только перед этим надо вот этого вот на себя друга согреть. Давай, 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 ко мне, дружок. Всё, погнали, погнали, погнали. Нет, кони, не надо за мной идти. Тебя я в подарок убью. Так уж и быть. На свои последние проценты копья. Теперь мы наедаемся вот так и так. Всё. Ха, даже стараться не пришлось. Я себе в два раза больше жизни восстановил. И вообще всего. Ой, уже до конца осени всего лишь 14 дней осталось. Я так мало за осень сделал. Всего лишь биомы выкопал. Идеально просто. Ну да, уж, конечно, такую громадную территорию забрать. Гончии, может, не надо идти всё-таки ко мне идти, а? Ну вот, ну может, нет? Всё, я вас обокрал. 6% копья осталось. Хопа! Какой развод гончих! Хопа! Хопа, какой развод! Просто мега. Мега обманка. Ладно, а теперь просто с бронёй. Всё, все гончии перебиты. И добыто много мяса. Хач, на тебе, доставка мяса. А теперь мы идём домой. Спокойной душой. Думая, как там поживают наши бифалы. Для которых я делаю отдельную комнату. Ещё и отдельную снежкомётную машину. Хотелось бы у вас спросить, что вы хотите увидеть в будущих сериях? Ферму дерева на оживлённом скелете? Или, может, драку с Клаусом? Или с жавой поганкой? Если у вас есть свой вариант, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Тем временем, я уже прибежал домой. Только меня интересует электрическая штуковина. Для неё надо железо. А есть у меня это железо? Да, целых пять штук, ура! Я уж думал, у меня нету железа, и всё, все мои планы, как обычно, обломаются. Но не тут-то было. Железо у меня есть. Так что я смогу сделать себе ещё одну снежкомётную машину. Хач, поделись-ка с этим биомом. Он нужен для бифала. Ну да, что-то какую-то я вам маленькую территорию сделал. Может, вам побольше всё-таки вырыть? Вот мне почему-то кажется, что так надо сделать. Вот, теперь ваши владения стали немного жирнее. Тут такой будет проходик, а здесь вы будете жить. Только есть одна маленькая проблемка. Уровень воды слишком жёсткий. Надо бы костёрчик сделать, что ли. А помимо костёрчика надо ещё на себя глазонтик нацепить. Если бы я знал, где он. Если бы я знал. Чё я вам могу сказать? То ли я уже пропустил глазонтик, то ли он у меня сломался. Это два варианта. Но в сундуках его явно нету. Копья можно было бы заменить. А, один процент, идеально. Честер, хач. Вас может есть. Нет, вас тоже нету глазонтика. Куда он мог пропасть? У меня так рассудок вообще-то может опуститься. Вы знаете. Это нехорошо для меня. Уровень воды катастрофичен. Чё я могу сделать? Я не понимаю. Правильно, я могу поспать в палатке. Всё. Байки, байки, давайте. Рассудок, поднимайся, давай. Хм, морковка. Халява. Моя халява. Ушли от меня пауки. Я не поделюсь с вами халявой. Я был бы рад, если бы вы со мной моим глазонтиком поделились. Ключевое слово, моим. Ладно, сделаю себе хотя бы поесть. Хоть что-то порадует меня сейчас. А порадуют меня медовые рулетики от хача. Давай, хач. Мясо. А медовые рулетики уже сделаю я. Кстати, я так узнал то, что, оказывается, бифало можно кормить и палочками. Так что приручение от тебя пойдёт быстрее. Понятно тебе, мой друг? Я не знаю, кого я возьму. Думаю, вот тебя. Вот и всё, территория расчищена. Всё идеальненько. Осталось лишь туда загрузить бифало. Блин, наггетсы приготовились. Я всего лишь один мёд туда положил. Как это так? А, я думаю, надо два мяса туда захерачить. А, тогда у меня мяса нету. Ну что ж поделаешь. Извиняйте. Будем питаться тифтельками. Давай, проберись домой к себе уже. Вот тупица, свинт. Свинт тупица. Вот, я его протолкнул сквозь кусты. И он пошёл есть. Идеально. Честер, хач, ко мне. Вы мне нужны срочно. Для начала. Где моё золото? А, оно у меня. Прямо в руке. Тогда делаем электрическую штуковину. Раз, электрическую штуковину. Два. Ну и затем нам надо лёд. Но это уже мы сделаем зимой. Потому как возгорания у нас точно до зимы не будет. А теперь мы берём руки в молот. И разрушаем всё и вся. Пока кролики там вычищают пауков. Вот чувствую, я забью на то место, где кролики живут. Приду туда через несколько дней. А там пипец, сколько всего уже будет. Кролик, нет, не убивай меня. У меня мяса нету. Честно, а вот он, блин, оно у меня. Кто сюда пауков привёл? Чё вы тут делаете? Домой пошлите быстро. Я тут делами занимаюсь великими. Всё. Я всё пересносил. Спустя полгода. Главное, ни одной травинки мне не дали. Ни одной. Всё. Как только наступает рассвет, я иду строить нормальный загончик. С нормальным ограждением. Надеюсь, до конца осени я успею закончить со всеми делами, со всеми фермами, которые я хочу сделать. Потому как осень это прекрасное время для того, чтобы сделать читерные фермы. Блин, а хочу хоть что-то раз в жизни сделать красиво. Ну давай, пожалуйста. Стар, помоги мне в этом. Ну, уже некрасиво, ладно. Ну, блин, я так постарался. Давай-ка я тебя чуточку подтолкну в свой загон. Ты сам согласился прийти на мою территорию. Потому что теперь ты будешь жить здесь. Ты главное не возмущайся, это всё, что от тебя требуется. Ты бифала? Нет, всё. Это не твой дом, больше нет. Здесь место только на одного есть. Я же уважаю своих питомцев. И даю им много места, много пространства. Даже такая музычка спокойная играет. Меня очень больше всего радует. Никаких проблем, никаких забот. Просто строй базу и всё. А вот зимой у нас будет Клаус. Там жаба-баганка. Всё, что только возможно. Летом так вообще придётся снова муравьиного льва убивать? Я уже почти закончил специально для тебя загончик. А свины здесь всё равно толпятся. Они, наверное, за ёлкой спрятались там делами занимаются. Очень интересными делами такими. Так, куда ты уходишь? Я... Ты сам на это подписался, ты знаешь. Всё, ты никогда отсюда не выйдешь. Прощай, бифала, прощай. Хотя нет, стой, я же тебя приручать должен уже начинать. На, поешь травы для начала. Скорблю тебе сразу 20 штук. Ты же у нас хорошенький, да? На, тебе ещё палочек поешь. Всё, я тебя оставляю здесь, живи сам. Времени нету, объяснять. Приручайся. 15 дней, я знаю. 15 дней ты должен меня не бить. И я тебя не буду бить. Всё будет хорошо. Только главное, не беспокойся. Тут не место любовных отношений. Да вы чё вы тут целуетесь, блин, при мне? Шли вон отсюда. Бифала, ты не додумаешься выйти из этого загона. Всё. Он твой. Вон сколько у тебя места теперь. Пространство свободного. Живи, не хочу. А я начну выкопать место для фермы, которую я делал в предыдущем сезоне. Зелёным. Ферма из мясистой луковицы, которая будет собирать мне ресурсы. Такая вот будет большая-пребольшая территория. Только теперь надо поспать рядом с хатчем. Он мне поможет. Во всём всегда помогает. Интересно, как вообще моя карта на базе выглядит? Ну, довольно красиво. Приличненько, так бы я сказал. А ещё надо рассчитать территорию, на которой могут разрастись глазики. Они могут вырасти на четыре блока. Это много, скажу я сразу. Раз, два, три. Тогда где-то здесь мы будем ставить вот эту мясистую луковицу. А нет, вот здесь. Вот так. Всё, идеальненько. Она будет жить у нас на ковре. А, Бифало, тебя пора покормить. Я знаю, я знаю. Я про тебя не забыл. На, покушай, покушай. Переять я буду намного лучше приручать, знай. Теперь берём мясистую луковицу и ссадим её. Через пару дней на этом месте появятся глазики. Вот. Живи. Да расти. Ой. Эй. Ёлка. Ты-ты-ты-ты чё-чё-чё? Э-э-э, Бифало. Вот в прошлый раз он с собой детей приносил. Теперь он тут, значит, ёлки с собой приносит, да? Ну ты, блин, капец, жить нормально без какой-то хрени не может. Выглядит какой-то маленький кусочек, ведь так? Но через пару минут он станет громадным. Вот на этом кусочке будет расти вся живность и глазики. Я его сейчас немножечко расширю магическим образом. Ну да, расчищать территорий здесь много надо будет. А это всё ради того, чтобы был автоматический сбор ресурсов. Ведь эти глазики так и делают. Я сюда посажу все эти живности, и всё будет хорошо. О, ещё одна узловатое. Ну что ж вы тут делаете-то? Жить не мешайте, сразу видно. Кролик, у меня мясо, не подходи ко мне. Вот оно как будет выглядеть, это чудо. Осталось лишь засадить брусчатку. Но брусчатки у меня очень много. Вот, вся моя брусчатка, которую я вырыл за весь сезон. Я думаю, вы заметили, как этот кусок расширился, когда я сюда брусчатку застелил. Он прям-таки напал на эту брусчатку. Главное, чтобы здесь глазики не росли. А то будет очень нехорошо. Кстати, сейчас полнолуние будет, меня это уже радует. Вот и всё, вот такой кусочек есть. Но дальше я уже буду возиться с этим в следующей серии. Потому как в этой я и так достаточно сделал. Так что на этом всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Вступайте в группу ВКонтакте и в группу Дискорд. А с вами был я, Фантом. Всем удачи и всем пока. Лампа потухла. Субтитры сделал DimaTorzok